В этом году исполняется 150 лет со дня назначения митрополита Московского и Коломенского Макария Булгакова на литовскую кафедру. Выдающийся русский мыслитель, историк, богослов более 10 лет прослужил на литовской земле. Этому событию была посвящена научная конференция, которая прошла в российской столице в трапезной палате Сергиевского зала Храма Христа Спасителя. Председатель Макаревского фонда митрополит Ташкентский-Узбекистанский Викентий открыл конференцию и зачитал приветственное слово святейшего патриарха Кирилла, в котором говорилось о трудах митрополита Макария Булгакова. Совершая архипарстовское служение на литовской земле, предсвященный Макарий сумел выстроить четкую и продуманную систему управления, наладив работу своих векарных епископов и консистории и определив им их компетенции. Особое внимание владыка уделял развитию богословского образования в епархии. На территории, веря на ему церковного дела, действовало шесть духовных учебных заведений. В докладе литовской епархии говорилось о полемике священника Николая Извекова касаемо деятельности митрополита Макария на литовской кафедре. Дело в том, что священник Николая Извеков так тенденциозно очень. Основное, что ему не нравилось, это то, что владыка Макарий отсутствовал в епархии в течение приблизительно полугода, поскольку он занимался общецерковными делами в Санкт-Петербурге, в Синоде. На мой взгляд, эта критика во многом не основательна, потому что владыка Макарий, конечно, был выдающийся церковный ученый. Как известно, он, помимо многих других трудов, написал многотомную историю о русской церкви за весь период тогдашний. Он участвовал очень плодотворно в работе Синода. Проблемы литовской епархии он тоже решал своевременно и мудро. Каждые два года в Москве проходит вручение Макаревской премии, учрежденной по завещанию владыки. Ею поощряются таланты из России, посвящающие себя науке. Митрополит Макарий сам был уникальным человеком. Ему удавалось весьма успешно совмещать административные дела с научными изысканиями. И что очень важно, что митрополит Макарий, он трудился в том попричь, в том направлении, чтобы не было разделения между церковной наукой и светской наукой. Он видел тогда уже, что идет такая тенденция к тому, чтобы было разделение светской и церковной жизни. Он делал все возможное, чтобы сохранить вот это единство. Продолжение следует...